Глубоко уважаемые члены президиума, глубоко уважаемые коллеги, проблема местно распространенного рака шейки матки, она сама исходит из жизни, потому что большая часть больных раком шейки матки, это больные именно местно распространенным процессом. Если посмотреть на эту картинку, то видно, что за последние 15-14 лет ситуация мало чем изменилась. Опять большая часть больных попадает на лечение или поступает в онкогинекологическую клинику, имея запущенный местно распространенный процесс, который, к сожалению, до сегодняшнего дня по-разному лечится и имеет достаточно низкие показатели пятилетнего излечения. Но я на другое хочу обратить внимание, что рак шейки матки увеличивается. И если, допустим, в 2000 году количество больных раком шейки матки было 11 тысяч, ну где-то 12 тысяч, здесь вот видно, то за прошедшее время количество больных увеличилось практически на 4 тысячи. Сегодня количество больных, равное вот этому увеличению, по сути дела, весь центральный федеральный округ, это практически то же количество больных, которое, так сказать, за последнее время увеличилось. Иными словами, на тех же койках, с теми же возможностями, так сказать, онкогинекология должна адекватно пролечить еще плюс 4 тысячи больных дополнительно. Поэтому это вопрос не только касающийся каждой отдельной клиники, это вопрос достаточно серьезный, требующий такого взвешенного решения со стороны и органов здравоохранения. Потому что в такой ситуации, как показывает наш анализ, многие больные недополучают и хирургический компонент лечения, и лучевой компонент лечения. Это достаточно серьезная проблема. Если говорить в целом, что произошло за последние 30 лет, там 40 лет, то одна очень важная тенденция, заключающая в том, что рак шейки матки омолодился. И это опять очень большая проблема, связанная и с репродуктивными потерями, и с профессиональными потерями, которые несет страна. Более того, именно в группе больных раком шейки матки, запущенные стадии, практически приближающиеся к 70%, это больные молодого возраста. То есть женщины до 20-25 лет, и в этом смысле мы имеем достаточно печальный и грустный результат лечения. Поэтому усиление или, так сказать, попытка изменить судьбу больных местно распространенным процессом является очень важной составляющей вообще сегодняшних усилий онкогинекологических клиник. Я помню, как когда-то, по-моему, это был 2004 год, да, Сергей Иванович, когда в Белоруссии был съезд стран СНГ, и мы докладывали первые результаты возможности хирургического компонента в лечении больных местно распространенным процессом, то многие онкогинекологи посчитали, так сказать, нас за, так сказать, фокусниками, потому что действительно тогда нельзя себе было представить, что можно эту группу больных довести до операционного стола. Но сегодня это стало, так сказать, достаточно частым компонентом, так сказать, работы онкогинекологической клиники. И я хочу просто констатировать, потому что эти данные мы докладывали уже многократно, хотел просто очень сжато и коротко доложить об итогах того, что удалось сделать за где-то 19 лет работы в этом направлении. Это вот данные, показывающие, что увеличивается не только заболеваемость у молодых, но, к сожалению, увеличивается заболеваемость, смертность в этой группе, и смертность опережает достаточно, так сказать, четко в группе молодых больных. Но это пятилетние результаты лечения, которые, к сожалению, по данным ФИГО, к сожалению, не, так сказать, являются такой положительной иллюстрацией того, к чему мы пришли в 21 веке. Таким образом, исходными моментами, так сказать, являются вот эти два очень важных тезиса, показывающие, что, так сказать, сегодня нужно эту проблему решать, и можно ее решить, самое главное, с помощью химиотерапии. Именно препаратами нового поколения, которые появились и у нас в стране в конце прошлого века, и которые совершенно по-иному развернули понимание того, что все-таки шейка матки чувствительна к химиотерапии. Это самый главный тезис, на который мы опирались, и который, в общем-то, и сработал. Вначале, вот, так сказать, это все, то количество больных, которое прошло в клинике Российского научного центра гендер-радиологии, но в нашу, так сказать, исследовательскую, так сказать, в исследование попали 284 больных, 92 больных, это больные 2-й Б стадии, остальные больные, 192 больных, это больные 3-й А, 3-й Б стадии рака шейки матки. Преимущественно, это плоскоклеточный рак, аденокарциномы в небольшом, так сказать, проценте, и железно-плоскоклеточный рак. Схема складывалась таким образом. Вначале было 1-2 курса неодевантной химиотерапии, в последующем хирургическое лечение, далее сочетовая лучевая терапия, и далее при показаниях несколько курсов одевантной химиотерапии. Или же лечение заканчивалось лучевой терапией. И на всем этом, так сказать, я отдельно не буду останавливаться, на всем этапе лечения это очень важный момент, о котором нужно говорить отдельно, это препарат промиссан, который мы применяли, так сказать, с разных позиций, с учетом его мультитаргетного эффекта. Это методы исследований, которые использовались и сопровождали и диагностический этап, и дали этап мониторинга, связанный с необходимостью зафиксировать эффективность неодевантного лечения. Это работа, которая вышла из нашего отделения. И коротко я вам покажу результаты. До лечения после двух курсов химиотерапии, клинически наглядно видно, да? Какой эффект химиотерапии? То же самое до, после двух курсов химиотерапии. Эти данные показывают, как изменяется, очень важно в этом вопросе иметь достоверные объективные критерии. И одним из таких критериев является это объем опухоли. Мы видим, что объем опухоли до лечения 58 кубических сантиметра, после двух курсов 7,8 кубических сантиметра. Это показывающе, как формируется ангиогенез с помощью ультразвука. И мы видим, как начинает редуцироваться сосудистый компонент опухоли в ходе химиотерапии. Здесь видно, после первого курса, после второго курса. Наглядно это все хорошо видно. Эти данные, так сказать, магнитно-изонастной томографии, где четко показано, вот объем опухоли до начала лечения, и как изменяется объем опухоли после проведения двух курсов химиотерапии. Эти данные, динамики изменения объема, мы видим, как эффективно изменяется объем, особенно хорошо видно при третьей стадии рака шейки матки. То есть практически у большинства больных мы получаем ответ на проведенное неодевантное лечение. Это изменение онкомаркера тоже является важным компонентом, но не, так сказать, основным. Все-таки основной компонент – это изменение объема, который мы устанавливаем с помощью ультразвука или магнитно-изонастной томографии. И эти данные, показывающие, какой патоморфоз практически у 80% больных имеется та или иная степень патоморфоза. Это данные лечения при второй бы стадии, где показаны результаты общей выжимаемости безрецидивной. Это данные лечения третьей стадии, где показана также общая выжимаемость и безрецидивная выживаемость больных. Это данные с пролонгированной химиотерапией, которые тоже показывают, что все-таки, если относиться к раку шеи и матке как к какой-то мере и системному заболеванию, и хроническому заболеванию, то, конечно, логично проводить пролонгированные курсы. И здесь показана небольшая часть больных, которые прошли вот этот вариант лечения. Но ведь что происходит? Перед операцией мы должны дать 2-3 курса химиотерапии. И это как минимум отсрочка, будем так говорить в кавычках, в лечении на 2-3 месяца. Поэтому основной идеей было еще, как сократить это время неодевантного лечения и получить тот же эффект, но за более короткий промежуток времени. И таким выходом из положения стала эмболизация маточных артерий, химиоэмболизация, которую мы стали проводить и набрали пока еще материал, который требует еще дальнейшего накопления, но уже первоначальные результаты показывают, что этот путь достаточно эффективный, потому что он сокращает время, но самое главное, мы тот же эффект получаем в течение одной недели, в течение 10 дней. Здесь тоже мы используем промиссан. И вот здесь вот показано, как изменяется объем, был 88 кубических сантиметров, через неделю уже 18,9 кубических сантиметров. Это как меняется на второй день. Выполнено ультразвуковое исследование, показывает, как меняется сосудистый компонент. Он практически редуцирован. Это через неделю ультразвук. Такая же картинка. Магнитолизонансная томография, показывающая через неделю, как изменяется объем шейки матки. То есть имеются достаточно четкие критерии, позволяющие оценить опухоль и объем полностью опухоли шейки матки, для того, чтобы принять уже решение для последующего этапа. Простите, я бы хотел бы поблагодарить вас за внимание. Здесь куда-то исчез один слайд, который для меня очень важен, и я его объясню. Значит, в чем важность этого слайда была. Там было сравнение результатов лечения, принципов лечения, которые были в 2000 году, и принципов лечения в России, которые сформировались к сегодняшнему дню. Так вот, по этому слайду очень четко видно, по данным, которые имеются у нас сегодня в статистике, очень четко видно, что хирургический компонент у нас увеличился до 40%, хотя в 2000 году хирургический компонент для лечения рака шейки матки был всего 18%. И увеличился компонент комбинированного лечения. Ну вот я сравнил Санкт-Петербург, и не в обиду будет сказано, и Москву, и выяснилось, что одногодичная смертность, летальность в течение одного года в Москве 11,2%, в Санкт-Петербурге 18,6%. А хирургический компонент в лечении рака шейки матки в Санкт-Петербурге оказался 22%, в Москве 48%. Это информация к размышлению к тому, что, конечно, эти цифры требуют еще дополнительного осмысления, но уже можно наметить определенную такую смысловую нагрузку. если вы привносите в лечение рака шейки матки хирургический компонент, то вы тем самым увеличиваете или идете по пути увеличения продолжительности жизни. Так это или не так, присоединяйтесь к этому исследованию, и вы поймете, что это так. Благодарю за внимание. Спасибо.